Восьми женских сборных настал черед финала Финального поединка, в котором будут встречаться сборные Кубы и Японии Соответственно, третья и восьмая команды мирового рейтинга Куба, восьмая, Япония и третья Сегодня же в поле для переезд стоялись уже два поединка за другие места Голландия переиграла сильную немецкую сборную В четырех партиях заняла в итоге пятое место Ну и в бронзовом матче титаянки также в четырех партиях справились с любополистскими США И выиграли бронзовые награды очередного турнира волеймастерс Ну и сейчас мы с вами начнем следить за финальным поединком В котором, еще раз повторю, будут встречаться сборные Кубы Японии Сначала судейская бригада, арбитры из США и Нидерландов На ваших экранах женщина, арбитр будет обслуживать этот матч на вышке На ваших экранах главный тренер сборной Кубы был Галла И его оппонент с японской стороной площадки Главный тренер сборной Японии Монадо Также попал уже Фокус режиссеров, операторов этой трансляции Первыми на площадку Холода Пельянова выбегают кубинки Выпрыгивают, даже можно сказать Назовем их стартовый состав Небольшая заминка в компьютере Начнем с состава японок Сейчас наш экран в черно-красной форме Будут играть традиционно для себя японские волейболисты И состав команды следующий Второй номер, связующий Хитоми на Камичи Десятый, Нана Ивасака, одиннадцатый центральный владелец Капитан команды Эрика Араки Арис Шинаби, номер тринадцать Номер четырнадцать, Якико Ибата Номер пятнадцать, Майко Кано Либера сборной Японии Играет Сейчас присмотримся, скажу, под каким номером Но факт, что в стартовом составе команды Манаби на сей раз внес серьезные коррективы В стартовом составе своей команды И выпустил на площадку с самого начала С первого уже розыгрыша этого финального поединка Регла Торис, наш экран, трехкратный олимпийский чемпион Чемпионка, помощница, главный тренер сборной клубы Выпустил на площадку одной из сильнейших своих волейболисток Юкико Ибата Четырнадцатый номер Спортсменка огромную роль сыграла в предыдущем матче С участием этих сборных Выйдя на замену Где-то с начала третьей партии Матч состоялся на предварительном этапе турнира В заключительный день Четвертый соревновательный И тогда, напомню, победить удалось и кубинкам Ну, проигрывали они 0-2 По ходу матча Вот вышла на площадку Юкико Ибата В начале третьего сета И все перевернулось ног на голову Три сета подряд удалось взять Простите, это было в поединке сборных Голландии И Куба, и Японии То, о чем я сейчас начал рассказывать Там действительно японки уступали 0-2 Выиграли 3-2 после выхода И Бата на площадку Ну, а Куба свой матч выиграла В последний соревновательный день Тоже отыгравшись с 0-2 по партии Перейдя на игру с одной связующей В конечном счете Благодаря, наверное, именно этому Факту Борной Кубе удалось Внести перелом От того матча Наши экраны зрителей Непонятно Собравшиеся в зале впереди Непонятно Какая-то техническая заминка Мешает провести Ввод мяча Первый Ввод мяча в игру Ну и видим, что на трибунах Этого стадиона Не так много зрителей В Монтре собрались посмотреть Решающую битву Двух команд По многим неожиданно Наверное Для многих неожиданно Пробившихся В Финал Очередного Воли и Мастерст Тем интереснее Мне кажется Будет следить за событиями Вот в этом самом Матче С участием сборных Японии и Кубе Ну и японцы Чем дальше Тем больше возвращаются В элиту мирового женского волейбола И уже все-таки Лично мне не кажется Таким уж удивительным Их выход В финал Воли и Мастерст В Монтре Игра стартовала И Кубинки Пока что имеют Минимальный Перевес в счете 2-1 Ну а теперь Пришел момент Назвать и Стартовый состав Кубинской сборной Под первым номером Играет будет Вилма Салас Под вторым Емили Сантос Под третьим Алена Рохас Под тринадцатым Рассана Гелли Под четвернадцатым Кенни Каркасес Под пятнадцатым Капитан Юси Дейсили Либера играет Под восьмым номером Это Эмили Борел Тренирует команду Уже сказали Полностью называть Галла Родридес Хуао Карлос Галла Родридес И там же В тренерском штабе Находится Трехкратный Олимпийский чемпион Крегла Торрис И Хенио Хорхе Лафита Ну и видим Что по традиции Многолетней Сложившаяся Сборная Куба Начала этот финальный Поединок Своей привычной Расстановке Схемы Четыре плюс два Схема тотального Волейбола Кубинского Знаменитого Когда каждый игрок И забивает И играет В защите А больше всего Очков На этом турнире Во всяком случае Приносит своей команде Именно две Кубинские связки Главным занятием Которых по идее И должна как раз Являться Точная распасовка Должна являться Точная распасовка Мечей Для Ну Роль подносчика Снаряда Для своих нападающих Но вот Веселей Сили И ее коллега По амплуа Энилис Сантос Умудряются Совмещать Несколько ипостасей В своей игре И добиваться При этом Отменных Показателей 4-3 Кубинки По-прежнему Имеют Минимальный перевес Вот Пятое очко Им достается Четко Разыгранной Комбинации Третья подача Подряд Уседей Сили Вновь очень удачная Куда Кубинской Кубинской команды Но на табло Счет почему-то Не поменялся Пока 4-6 Цифры Должно быть 3-7 Раз Вновь Сили Подавала Предыдущему Да Вот теперь Все правильно 4-7 Так оно и есть Должно быть С мощнейшей Атакой Соперниц Справляются Японки В защите Затем работает Двойной блок Кубинок 8-4 Первым Техническому Таймауту Двукратный перевес Сборной Кубы Мы имеем Да Ну единственное Кого не представил Как раз Либера Кубинской Команды Играют По 12-м Номерам Это Катоки Заясу Еще раз Вспомним О том Что Последний Матч Предварительного Этапа Эти же Команды Уже Встречались Между собой Играли В одной Группе Б На Предварительной Стадии Нынешнего Волимастерс И Завершили Тогда Свой спор В пяти Сетах Причем Кубинкам Удалось Отыграться Со счета 0-2 По партии Может быть Именно поэтому Буквейтеры считают Фаворитами Довольно таки Явными Этого финального Противостояния Именно Волимастерс С острова Свободы Хотя В вчерашних Полуфиналах Япония Китай Куба США Волимастерс 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 Страны Восходящего Солнца Добились Вроде бы Более Убедительной Победы Они В трех партиях Переиграли Китаянок А сборная Куба Выиграла У США В четырех Поэтому Конечно Далеко Идущие выводы Из прогнозов Предматчевых Делать Никто не собирается Ясно только Что матч Наверняка Получится Тяжелым А вот Кто победит Мы Скоро Это узнаем Очень хотелось бы Чтобы Финальный поединок По традиции Стал украшением Все у воли Мастер В целом Надо Сказать Что в этом плане Монтре везет И как правило Финальные игры Получаются Супер зрелищными Интересными Для зрителей Немного Неполный сбор В Фоли Деперье Как мы видим На этом На этот раз На финале Япония Куба Аншлага Не наблюдается Видите Какие Кубинские девушки Патриотки С флагами На плечах Запасные Наблюдают С флагами Своей страны Наблюдают За Событиями Происходящими На корте Ну а зрители Вполне возможно Еще подтянутся Походу Спектакли Ой Потрясающая Потрясающая Подача В исполнении Теней Картасес Японки не справляются Следует Четкое добивание От Салас На ее Бомбардирский счет Будет записано Это очко Хотя конечно же По праву Оно должно было Принадлежать Тене Картасес Картасес Делает она Счет 10-4 Уже В полчасовой Команды Следующую подачу Решила Не повторяться И Укоротить Кубинская звезда Но не разминулся Мяч с сеткой 10-5-10 Сантос Сантос Принимала А Салас Забивала Этот мяч Всяком случае Японок Японских волейболистs Есть Отличная возможность Впервые Выиграть Волей Мастерс Монтре Ничего подобного До сих пор Этой команде Азиатской Добиваться Не Удавалось В отличие от Кубинок На счету Которых К данному моменту Есть уже Несколько Ярких Побед В Монтре Они здесь Побеждали Пожалуй Чаще Чем Любая Другая Элитная Сборная Мира Сейчас Вновь Будут Бороться За окончательный Успех Уже борются Вовсю На подаче Енилис Сантос Плюс 6 Имеют Кубинки Неточный Неточный Удар Все это Рабочие моменты Видите Даже Главный Тренер Гал Не придает Большого значения Ошибки Пока что Кубинки Блестяще Выглядят И в центральной Зоне Отменно Действуют Говорю Что Проповедуют Кубинские Тренерами С ними И женская Волейбольная Команда Если так Можно Выразиться Тотальный Волейбол Играет Команда Без Диагонального На каждой Позиции По Две Волейболисты Две Две Волейболисты Две Волейболисты Центральной Зоны Две Связующих Плюс Добавился Либер С недавних Пор Кстати Большинство Сборных Мира Перешли на Игру Свободным Защитником Уже Давно Давно Ну а еще С 98 Года Когда Были Приведены Революционные Изменены Волейбольные Правила Произошла Революция Настоящая В волейболе Но вот Кубинки Не сразу Отреагировали И долгое время Продолжали Играть Без Либера Последние Годы Появилась Игрок Вамплуа В составе Трехкратных Олимпийских Чемпионок Рамос Розана Дель На ваших Экранах 13-й номер Кубинской Команды Подавал При счете 14-9 Неплохая Передача Получилась У Юнилис Сантос Снизу Двумя руками Но Пробиться Не удалось Мизуна Ишида Мизуха Ишида Вышла сейчас На площадку Вместо Невысокой Связующей Хитоми Хитоми Накамичи Мы об этом Не раз Говорили Рост всего лишь 159 сантиметров И конечно же Не может Не Сказываться на Работе Японской Связки На блоке Неизвимое место В игре Японской Команды Ну и так же Макото Мацура Вышла На площадку Вместе С Ишидой Мацура Как мы Сейчас Убедились Вторая Связующая Сборная Японии Макто Ей не удалось Организовать Результативную Атаку Своей Команды Пока что Явный перевес На стороне Кубинской Сборной Мы с вами Имеем Матч Уже приближается К середине Первой партии То есть Уже Ее достиг К этой отметке Сейчас Технический Таймал Проходит При счете 16-10 Пользует Сборной Кубы Что однозначный Перевес На стороне Кубинской Команды И Тренером Виден Кубинский Не загружают Своих Подопечных Их Неупор И Галла Родридес Так Расхаживают Непосредственной Близости От Своих Волейболисток Ничего Не говоря Одиннадцатое очко Набирают Кубинские Волейболистки Силе Оказалось Бессильно Волейболистки Волейболистки Которые В прошлом сезоне Добились Потрясающего Достижения На перенести мира В Японии Выиграв Спустя многие годы Медаль Мирового чемпионата Бронзовую Медаль Ну и прорыв Японской сборной Возвращение В элиту Мирового женского Волейбола Продолжается На этом турнире Волеймастерс Монтрео На старте Нового международного Сезона Японская сборная Выглядит Очень неплохо Даже в отсутствие группы Лидеров команды Которых тренеры Не включили в состав На эту поездку Решив попробовать Естественно В деле Каких-то других Волейболисток Ближайшего резерва Команды 18-12 На подаче Третий номер Алена Рохас Несложную подачу Выполнила Алена Японки Легко Снялись С ее подачи Майка Кана Вернулась На площадку Мацуура Вновь ушла В запас Мацуура Приношу извинения Остается на площадке В составе Сборной Японии Бросает сразу же В глаза Поскольку ее Рост Заметно выше Нежели в основной связке Хитоми Накамичи А вот и Накамичи Ну да Двойная замена Ну да, двойная замена Завершена Ваут Ваут бьет Кубинская нападающая Пятнадцать-девятнадцать Пятнадцать-девятнадцать Можно себе позволить Гораздо более грубое Первое касание мяча Будь то прием Или игра в защите Но вот То, как сейчас Сыграл тринадцатый номер На самом деле В защите Вызывает, конечно Просто восхищение И еще одна ошибка В атаке После удара Билл Масалес Мяч улетает За пределы корта И уже При счете Девятнадцать-семнадцать Кубинский штат Тренерский Берет Свой тайм-аут Галла Галла Родридис Подпустили Соперниц На минимально Практически Возможное расстояние На очень опасное Расстояние Кубинки Вели совсем недавно Шестнадцать-десять Сейчас осталось Два очка В запасе Игра продолжается Хорошая глубокая подача Японской волейболисте По-моему Это была Ашинаби Риса Ну и в данном случае Каркасес Все делает четко В атаке Двадцать-семнадцать Не доставит этот мяч Защите Кубинкам Каркасес Касес Конечно же Безговорочный лидер Нынешний Очередной раз Заметно обновленный Кубинской сборной Но правда Если вспоминать Про вчерашний полуфинал Против Соединенных Штатов Америки Выигранный С огромным трудом Кубинками Хотя и в четырех Партиях То в этом матче Полуфинальном Против Соединенных Штатов Америки Самыми результативными Как мы уже сегодня Вспоминали с Татьяной Играчевой Оказалось Не Кене А Каркасес Признанный Бомбардир Команды А две связующих Сборной Кубы Больше всего очков Настреляла Есида и Сили Девятнадцать Тринадцать в атаке И шесть на блоке А на счету Ее коллеги Помпоя и Нелексанто Семнадцать очков Четырнадцать в атаке Три на блоке У Каркасес Всего лишь одиннадцать На этом фоне Гель конечно же Разочарована Собственной ошибкой При вводе мяча В игру Замена Симон Кастаньед Одиннадцатый номер Меняет Порту По счете Двадцать одиннадцать Это происходит Ну и Японки уже Совсем рядом Соперниц Каркасес Не сумела забить И вот Очень хорошая Грамотная Скидка Кто ее Выполнил Из кубинок Одиннадцатый номер Да Как раз Кастаньеда Вышла на замену Вот это вот Центральное Плотирующее Заменившее Рохас Одна, кстати Из наиболее Результативных Молейболистов Сборная Японии На этом Волеймастерс Начинала Матч В запасе Затем вышла на площадку И уже Четыре очка Аватати Своей команде Успела принести Двадцать три Двадцать один Кенни будет Подавать Может быть Сейчас Укороченную Вновь Решит Исполнить Которая И не удалась В предыдущем Случае Ну нет В данном случае Достаточно Тривиальную Подачу Задумала Кенни И с этой Самой подачей Легко Непринужденные Японки Справляются И вновь Сокращают Отставание До минимума Двадцать два Двадцать три Капитана Рикараки Давала Нет Ага Да Да И еще раз Да Добежали Японки До этого Меча И оставили Его в игре Но Сантос Все-таки Сантос Нервы Не подвели Еще раз Смотрим За потрясающим Спасением Японской команды На повторе Сантос Убедительно Довершила Начатое Добив мяч До пола Вновь остается Мяч в игре И кто будет Атаковать Пас Сантос Салас Сантос Сантос Сейчас первый сетбол уже заработали японские девушки. Более того, у них есть доигровка и точная атака по линии. В исполнении уж кого не заметил. У кого-то из японских волейболистов, после которых мяч не сильно посланный, долетает до пол. Потому что зря чуть-чуть не атаковала японская волейболистка, направив мяч в свободную, не защищенную зону. И таким образом с первого сетбола, кто ничего не удалось сделать, кубинкам с трех, по-моему, да, 24-22. Полсчет с трех сетболов не удалось. Сделать кубинкам удалось с первого уже сделать японку. 26-24, они выигрывают, вырывают буквально у своих соперниц первый сет. Каркасес и Нелесанто самые результативные пока что в этом матче. Набрав по пять очков, лидируют. Но первая партия упущена в буквальном смысле этого слова кубинскими волейболистками. Основная статистика нам говорит о том, что чистый перевес имеют кубинки в борьбе над сеткой на блоке 4-0. В атаке они также были сильнее 16-13. Вот ошибок больше допустили почти что в три раза. И эйсов ни одного не выполнили, в то время как у японок их было целых два. Но такая противоречивая статистика. В целом мы видели с вами абсолютно равную концовку. Хотя про первую партию этого не скажешь. Еще раз повторю, кубинки имели немалый перевес по ходу первого сета. Немалые шестиочковые. Но довести первый сет до победы так было не суждено. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА